всем привет ребята последнее время несколько раз снова у нас возникли вопросы по поводу работы несколькими шуруповертами одновременно ну вот я решил просто проиллюстрировать на конкретном примере для чего и почему удобнее использовать несколько инструментов заряженных разными насадками разными расходками чем переставлять в одном шуруповерте сверло биту другую битву и так далее во двух словах о том что я сейчас делаю это старенький дом очень достаточно старенький данная комната в которой я нахожусь является не частью дома а пристройкой которая когда-то была верандой потом летнюю кухню а потом ее обшили снаружи и сделали комнатку как я понимаю временную очень старый дом а сейчас в этой комнате живут нас именно с общим домом частный дом теплоизоляция этой комнаты явно недостаточная здесь будет спальня поэтому задача как бы сделать дополнительную теплоизоляцию и выровнять стены но и так далее поэтому я делаю небольшой каркас на стенах впоследствии весь дом будет обшиваться утепляться дополнительно снаружи уже реальным слоем утепления но сейчас я делаю небольшой каркас под изоляцию 70 миллиметров и этот же каркас будет вы являться выравнивающим и будет держать на себе гипсокартон у нас намного популярнее работать с деревянным брусом брус достаточно в общем-то прямой качественный он сухой товарный работа с ним прекрасно в отличие от металла профиля брус реально ну просто несравненно прочнее просто несравненно прочнее кроме того его удобнее утеплять когда листы ваты вкладываются просто между брусьев вот этих вот то сами брусья не надо в них ничего заталкивать подпихивать но и в качестве мостиков холода таки брусья деревянные сосновые хуже проводят тепло нежели металлические регели в общем по совокупности факторов как бы то ни было мы используем брусья ну вот на этой стене у меня выставлены дистанции такие под брусья упорные именно в них будет упираться они выставлены в одной плоскости так что вне зависимости от кривизны общей кривизны стены сам сама дополнительно вот эта фальш стенка который мы строим сейчас она будет прямая в идеальной плоскости часть работы я сделал соответственно сейчас я просто делаю одну операцию показываю как и почему я работаю несколько несколькими шуруповертами у меня уже поставлены метки в нужных местах на стене размечены так что сейчас мне нужно только направить на эту метку в данном случае вот эта метка направляю на нее лазер и вот в этом месте в этом месте и в этом месте я сделаю отверстие отверстие делаю первым шуруповертом после чего беру второй шуруповерт в нем теньковка все, пожалуйста так вот и теперь третий шуруповерт Поехали. Здесь не зацепился у нас саморез и я беру саморез подлиннее, который зацепился. Сейчас этот каркас достаточно подвижен в этом направлении вдоль плоскости стены, но уже поперёк плоскости стены. Он уже стоит мёртвый, он держится тремя саморезами. Только вот этот кусочек. Он держится тремя саморезами. В нашем, в одном направлении, на меня. Он держится несколькими упорными саморезами. Здесь раз, два, три, четырьмя в направлении стены. Ну и плюс. Ещё мы зафиксируем пляжи на каранах. Вот, пожалуйста. Впоследствии сюда заложим вату, сюда тоже заложим вату. Ну, после того, как это зашьётся гипсом, естественно, таких вхождений не будет. Будет у нас прямая замечательная стенка, в которой будет дополнительно около семи сантиметров изоляции изнутри. Ну, вот, собственно, для этого. Ага, могут возникнуть вопросы, для чего я делаю такую сложность, если у меня есть шурупы, которые самозасверливаются и самозинькуются. Сама изначально вот эта стеночка, перегородочка, она недостаточно прочная, недостаточно плотная. Поэтому, если усилие будет очень большое, то у меня, если я буду просто закручивать вот так, то у меня, скорее всего, вырвется в этом месте или деформируется основа стены от давления. Но шляпка при этом не утопится. Мне всё-таки проще отдельно засверливать, отдельно зиньковать, тогда шляпка гарантированно уходит, не сильно вырывая, не сильно напрягая основную стену. Впоследствии, когда сама эта решётка, рама будет собрана, то за счёт большого количества, здесь более штук 70 саморезов на вот эту небольшую стену, которая держит, всё это вместе уже будет держаться очень плотно. Поэтому вот дополнительная операция. Если же это делается на реально очень мощную основу, тогда можно не заморачиваться засверливанием и зинькованием, можно просто тупо упирать. Ну, это уже детали. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok